Добрый день, уважаемые коллеги! В этом здании мы вчера открывали 23-й конгресс педиатров России. И, конечно, в рамках этого конгресса очень правильно инкорпорировано сегодняшний наш разговор, как вы видите по составу докладчиков. Здесь преобладают люди, не относящиеся к медицинской профессии, потому что вопросы демографии для нас сегодня являются первой из пяти национальных целей. Я вчера упоминал 474-й указ президента о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. И там нет сколько нарубить угля, сколько построить заводов, сколько запустить космических кораблей. А первая цель – это вопросы демографии, вопросы здоровья и благополучия нашего населения. И эта цель действительно для нас сегодня является жизненно важной и, в общем-то, определяющей судьбу нашего государства в будущем. 4% населения планеты, которой мы представляем своими 146 миллионами человек, и 40% всех мировых запасов никогда не успокоит весь остальной мир, и никогда не будет так, что нам не будут угрожать нашему благосостоянию, нашей безопасности и нашему суверенитету. И составляющей главной его является количество народонаселения нашей страны. Мы с вами имеем яркие примеры в нашей практически совсем недавней истории, когда после Великой Отечественной войны было уничтожено десятки миллионов молодых мужчин, лучших мужчин, потому что в армию именно они шли. И тем не менее, уже в 60-е годы мы восстановили довоенное количество жителей нашей страны, несмотря на потери практически 30 миллионов наших граждан нашей страны, и имели положительный рост. В 1994 году произошел так называемый Русский Крест, когда число умерших превысило число рождающихся. И уже в 1994 году наша страна не смогла компенсировать переселением тех русскоязычных людей, которые жили в 15 союзных республиках и переезжали в нашу страну. И вот этот Крест у нас был восстановлен в первом десятилетии этого тысячелетия, и сегодня он снова, к сожалению, пошел. У нас только три или четыре субъекта Российской Федерации, где есть положительный рост населения, и это очень небольшие наши российские республики. Это очень серьезная проблема, которая имеет наряду с чисто медицинской, есть еще и огромная социальная составляющая. Мы привыкли упрощать, мы привыкли ругать наших молодых женщин за то, что они себя неправильно ведут, ни то они делают, ни так они одеваются. Но на самом деле сегодня общество загнало наших молодых женщин репродуктивного возраста в те невыносимые рамки, когда она хочет себя реализовать, когда она хочет получить образование, пройти по карьерной рельснице и стать, в том числе, выполнить свое главное предназначение на этой планете – стать матерью. И в результате мы с вами сегодня получили средний возраст первородящей женщины – 30 лет. Естественно, до этого возраста она не та молодая женщина, которая была до войны и даже ходит такой политический, ну это больше даже анекдотом его не назовешь, потому что такая быль, что когда в Бермахте с Гитлером обсуждались нападать на Россию или нет, один из немецких генералов сказал, мы ее не победим, потому что подавляющее большинство молодых женщин девственницами вступают в семью. На нашей памяти, на памяти моего поколения это было почти то же самое. Сегодня не потому, что у нас распущены молодые девушки, потому что 30 лет и 18 лет – это очень большая дистанция, и она имеет право жить, жить по законам физиологии и так далее. В результате мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем первородящую женщину, и это резко ухудшает состояние здоровья ребенка, потому что уже жизненные силы не те, и мы имеем большое количество женщин, которые не могут зачать, потому что за это время они переносят и генитальную инфекцию, которая, к сожалению, сегодня имеет место быть. Безусловно, нужно создавать все условия для того, чтобы создать возможность и учиться, делать карьеру, и не только законодательство в области медицины мы с вами должны принимать, мы должны принимать все меры для того, чтобы в социальной, прежде всего, плоскости, чтобы женщин, которые начинают свою трудовую деятельность, чтобы ей в трудовом договоре не ставили условия о том, что если ты забеременеешь, то мы тебя выстоим. То есть условия не заводить детей. Это драконовские меры, и мы опять же должны наш бизнес не просто увещевать и уговаривать, а создавать такую правовую основу, чтобы и ему было выгодно, и молодой женщине, и государству прежде всего. Конечно, есть большая медицинская составляющая в этой области, которая нам хорошо известна. Это аборты, и вы знаете категорическую позицию нашей русской православной церкви о запрете аборта. Это, по-моему, все наши основные конфессии нашей страны, и мусульманская, и иудейская придерживаются этой концепции. Но с точки зрения чисто медицинской, и имея все-таки опыт, мы должны здесь быть очень осторожными. Прежде всего, потому что у нас есть сугубо медицинские показатели, по которым мы обязаны сделать, чтобы спасти жизнь матери. Их немного, к счастью, хотя, к сожалению, число их возрастает. Мы с вами должны понимать и то, что если сегодня молодая девочка, высокообразованная, которая учится в институте, приняла решение забеременеть, вернее, прервать беременность, то она добьется этого. Если мы запретим аборт, значит, мы их будем получать с маточным кровотечением, потому что медикаментозными стройцами будет срываться аборт, и они будут уже в ургентном порядке к нам поступать. Это у нас уже было. Поэтому здесь очень надо делать все для того, чтобы сохранять, для того, чтобы... Но тогда как... И не то, что заставлять, а убеждать в необходимости. Есть очень простые схемы, в том числе они звучат из Государственной Думы. Заставьте ее родить, забирайте у нее ребенка. Она что, животное, что ли? Она мать. И она хочет быть матерью. Но мы для нее не создали этих условий. Безусловно, технологии ЭКО, которые были еще в советское время внедрены нашим Кулаковским центром, они тоже имеют свои резервы в этом плане, когда мы можем экстракорпоральным оплодотворением решать частично эти проблемы. Но мы не знаем отдаленных последствий с точки зрения следующих поколений, насколько вот такое, ну не грубое, но я бы сказал, неестественное вмешательство в репродуктивную функцию наших молодых женщин имеет последствия. Но сегодня эти технологии пользуемся мы ими, и они сегодня... То, что вы сегодня слышали с позиции немедицинской, что касается суррогатного материнства, действительно, в определенный период нашей истории, совсем недавней истории, нам этот закон был принят Государственной Думой. Он имеет свои огромные издержки. Если на первых этапах он имел следующее, что приезжали к нам с Украины, с Молдавии, в других республик молодые девушки, и они повышали рождаемость нашего населения. Хотя, наверное, с этической точки зрения здесь не все делалось. А сегодня мы превратились вот в ту колонию на генетическом фонде наших женщин, нашего многонационального населения. И это тоже нужно беречь, потому что чем более многонациональное население, чем больше смешанных браков, тем лучше получаются дети с точки зрения близкого родственного кровосмешения и так далее, особенно в малых нациях, которые живут в нашей огромной и большой стране. Но те проблемы, которые вам сегодня осветили, не врачи, их, безусловно, нужно решать. И, может быть, даже... Конечно, это будет огромное сопротивление. Конечно, это будет развернута компания и шельмование авторов, и вопросы, связанные с тем, что вот это такое хорошее дело. Но запрет на использование наших молодых женщин для рождения детей на вывоз их из страны должен быть прекращен. Хотя, в общем-то, в суррогатном материнстве внутри страны есть свои положительные черты. Здесь нужно ужесточать законодательство, здесь нужны те структуры, которые за это отвечают, в том числе и на этическом, и на юридическом, и на уголовном уровне, должны не рассказывать, как всегда это бывает, да вот у нас законов не хватает, да вот мы это не понимаем. Все-все видят и все знают. Это очевидная вещь. Я обращаюсь к авторитетной аудитории врачей, а я знаю, что в этой аудитории сидят большинство врачей. Мы должны возвысить свой голос. Мы многое можем сделать, но мы имеем право высказать свое высокопрофессиональное мнение, которое будет услышано и политическим руководством нашей страны. Поэтому сегодняшнему форуму, такому, может быть, не совсем обычному для наших предыдущих съездов, когда мы говорили о болезнях, понятных нам, о сохранении здоровья, о здоровье сберегающих технологий, сегодня мы по существу слышим доклады в уголовной административной плоскости, понимаем это и должны сказать свое веское слово от этого 23-го форума самых главных врачей, которые сегодня стоят у истоков жизни человека и от профессионализма, работы которых зависит в том числе и будущее нашей страны. Не от атомных бомб, которых у нас хватает, не от других технологий, которые мы тоже сегодня располагаем, а именно от вашей работы. Поэтому я желаю успешности форуму, желаю принятия взвешенных, мудрых, но от столь необходимых решений и поддержать те законопроекты, которые сегодня ужесточают работу, направленную на превращение в нашу страну, генетическую колонию для вырождающейся Европы. Спасибо вам, низкий вам поклон.